Всем привет, друзья, с вами Ляр. Сейчас мы немного поиграем в Warcraft, в стандартные карты. Но перед этим я покажу вам, как я в бородатые 2000-е годы троллил игроков в компьютерном клубе. Уверен, что многие, кому уже за 20, тоже раньше ходили в компьютерные клубы. Любили там засиживаться, играть. Warcraft была одной из моих любимых игр. Поэтому я часто в неё задротил. Так же, как и в CS, это было очень давно. Это были две моих любимых игры, в которых у меня был большой скилл. Сейчас у меня в Warcraft, конечно же, не такой большой скилл. Даже ниже, чем у среднего игрока, потому что я не помню горячие клавиши. Например, забыл горячие клавиши на АМШ. В скобочках антимагический щит, который применяют банши. Или на кровожадность. Многие игроки, которые раньше тоже играли в этих клубах, постоянно называли меня нубом. Говорили, что я не умею играть, потому что я играю не по стандарту. Типа, я не развиваюсь, не строю бараки или не строю ауталь для героев, а сразу же бегу рашить. Я, в принципе, во всех играх люблю рашить. Тот же давно Фар или Властелин колец битва за Средиземье. Мне так больше нравится, типа, не давать противнику развиваться нормально, а уничтожать его в первых же минутах игры. В принципе, это и есть нормальный показатель скилла. Если противник не умеет отбиваться в самом начале, значит он плохо играет. Если умеет, значит он умеет играть. Вот и все. Ну и вот так вот я троллил игроков. Просто прибегаю к нему на базу и начинаю ее застраивать своими логовами. Потом просто закидываю его копьями. Кстати, я вам эту стратегию уже много раз показывал. И, как вы понимаете, против Хумана она, по идее, не должна работать. Тупо потому, что Лук Хуман может сделать ополченцев. Дело сделано. Дело сделано. И многие игроки, которые видели, что я начинаю строиться у них на базе, они вот просто выходили. Сразу же такие, ну нафиг. И вот так вот. Сейчас я вам еще два гиплея покажу. Точно на таких же. Немного ускорим. Ну и вот я так делаю постоянно. Просто берешься у Хорков. Порешься на базу к противнику и троллишь. Даже игроки за Хуманов почему-то не могли отбиться, хотя они спокойно могли сделать ополчение, как я уже сказал. Но это раньше. Сейчас-то многие уже умеют играть в Warcraft. А я наоборот разучился, как я уже сказал. Дело сделано. Дело сделано. Дело сделано. Вот такая вот игра получается. Дело сделано. Дело сделано. По сути, от этого всего отбиться легко. Опять же, просто построив башню. Или... Уйдя в тэч и до катапульт. До труповозок. Но... Я был слишком надоедливым. Скажем так. Даже если у меня не получалось, допустим, проатаковать логовыми, я просто развивался дальше у себя на базе. В следующем реплее вы поймёте, о чём я. Вот он тут неправильно сделал, он не добил логово. Он тут ещё один зекурат ставит. Эй, вот у него герой дохнет и всё выходит. Вот так вот многие игроки и делали. В бородатые двухтысячные. Сейчас будет точно тот же игрок. Ну, сейчас он уже знает то, что я пойду на его базу. Только, на самом деле, это нисколько не поможет ему. Я вот говорю, за это меня называли нубом. Типа, то, что я играю нестандартно. Писали то, что, ой, ты не можешь играть нормально. Не можешь сражаться с армией, а делаешь вот так вот. Особенно было смешно то, что в компьютерном клубе игроки друг друга видят. И когда тебе это пишет в сообщениях чувак. А потом ты понимаешь то, что этот пацан тебя моложе. Допустим, на два года ты такой думаешь, блин, даже жалко то, что я его выиграл как-то. Он только тренируется. Скай тренируется, а то вдруг он из-за тебя теперь забросит эту игру. Подумает то, что игра какой-то шлаг. Только потому, что ты его выиграл. Кстати, туман войны можно отключить. Вот опять же я играю с ним, у него три вурдолака, гульки. Он, видите, теперь здание подальше построил. Зиккурат. Могильник. Я еще, кстати, вот это вот логово орков построил здесь специально. Чтобы он смог его сломать. Я не вот здесь вот решил строить, а вот тут. Поближе к нему, типа дать ему шанс. Типа, ну пускай ломает. Ломай. А, и видите, как я, кстати, сделал специально. У меня рабочий тут стоит. Чтобы, допустим, этот барон не мог его бить. Он между деревьями и между этим логовом. Его могут бить только стреляющие. Ну правда, если это логово сломают, то оттуда тяжело выйти. И вот как бы, смотрите, он уже меня добивает. А в это время у меня на базе возводятся казармы. Там алтарь бури. То есть, казалось бы, все. Он отбился от моей атаки. И вот так вот и было. Если, допустим, даже игрок и отбивался. У меня как бы supply блок. Пятнадцать на десять. Тут, видите, возводятся новые логово. И есть герой. Ну, понятное дело. Куда может еще пойти противник? После того, как это бьется. У него уже наверняка тэч. Он пойдет захватывать шахту. Я, значит, бегу проверять эту шахту. И он здесь. Это было слишком предсказуемо. Вот. Прямо все игроки сразу же идут захватывать эту шахту. После того, как отбиваются. Не знаю почему. И я такой. О! О! Такой. Офигеть. Сколько? Сколько экспы? Вот обычно так я и делал. Играя раньше. Таким образом дел'm-за линии. Не то есть... На Bobby Werk.